Друзья, всем привет! Перед вами курс из 5 уроков для новичков в крипте и один бонусный урок для тех, кто с большим опытом, но до сих пор не понимает, как зарабатывать в крипте иксы и делать это стабильно. Эту небольшую серию видео мы решили сделать с командой как результат нашего многолетнего опыта, в том числе и в обучении по разным направлениям заработка в крипте. И тут будет очень много информации, это будет для вас как библия крипты, чтобы понимать, как тут все устроено на самом деле, какой подход действительно приводит к сотням и даже тысячам иксов и как пользоваться криптой, всегда выигрывая на этом пути. Важно понимать, тут не будет никаких инструкций, тут только выводы, опыт, объяснение процессов и базовых принципов, по которым устроена криптовалюта и делается иксовая история. И так как это видео цикл для начинающих, начнем с базы. Криптовалюта это монетки, активы, токены, неважно как называть и какой смысл в это вкладывать, это всегда какая-то единица актива, которая находится на чьем-то электронном кошельке в блокчейне. Криптовалюта это не деньги, монеты могут вообще ничего не стоить и вы их можете сами сделать любое число. Ценность им дает то, когда есть место, где происходит обмен их по рыночному курсу на другой актив, который в свою очередь уже что-то стоит, например на USDT или на биткоин. А чтобы начать разбираться, что тут вообще чего стоит, начнем с того, какие бывают криптовалюты. Их чаще всего делят на стейблкоины, например USDT, он всегда приравнен к одному доллару США. На мемкоины, например один из самых известных Dogecoin или Pepe, которые ничем не подкреплены, кроме желания аудитории ее купить или продать. Об этом мы подробнее поговорим во втором уроке. Далее это то, что принято называть альткоины, монетки проектов с так называемым фундаменталом, или их еще называют утилити токены, которые применяются, например, при оплате газа сети или для покупок внутри каких-то проектов или приложений. А еще есть щиткоины, это все остальные монетки, которые запускаются тысячами каждый день в разных блокчейнах. И в техническом плане между ними нет никакой разницы, а вот в формировании цены, возможности продажи, разница огромная. И все это формируется исключительно за счет маркетинга и обоснования перспективы использования данного актива. Главное понимать, что стейблы кем-то удерживаются на одном уровне, а все остальное сильно волатильно. И в зависимости от подхода и развития проекта цена может прыгать на десятки иксов, а иногда на десятки тысяч иксов в кратчайшие сроки. Это зависит и от роста рынка, который верит в возможность изменения цены актива, или точнее в возможность его роста или падения. Также это зависит напрямую от желания администраторов проекта, либо разогнать курс, либо наоборот, побольше прибыли извлечь из него в данный момент времени. Или от наличия искусственных механик, где людям необходимо покупать данный актив, чтобы, например, оплачивать за счет него комиссии сети. Кстати, комиссия сети это плата, которую придется отдавать каждый раз, когда вы что-то делаете в сети. Например, обмениваете один токен на другой или играете в Web3 игру, где каждое действие это запись в блокчейне, которая называется транзакцией. И за каждую транзакцию списывается комиссия сети. Во втором примере происходит сразу же списывание двух активов, игрового и токена, который обеспечивает комиссию сети. Вообще, это базовый принцип взаимодействия с блокчейном. Более подробно об этом мы поговорим в третьем уроке. Такое применение тоже дает смысл в покупке нужных для этого момента, что формирует спрос. Например, недавно мы говорили о том, что будет тренд на блокчейне SUI. И с этого момента за несколько недель токен SUI подрос более чем на 100%. Потому что его стали покупать для того, чтобы оплачивать комиссии в сети и за счет него совершать покупки на мемкоины в этой сети. Вот такие монеты и называются альткоинами или утилити токенами. А вот когда смысла в их покупке больше нет и люди перестают использовать их для обеспечения каких-то транзакций или внутри проектов, их начинают продавать. Это негативно влияет на цену. Таких искусственных манипуляций и причинно-следственных связей по привлечению покупательской активности существует множество. Наша задача понимать, что и как влияет на потенциал роста или падения стоимости актива. Понимать, какие активы уже перегреты, а какие только на самом-самом старте своего цикла роста. Причем этот цикл роста может быть в пределах суток, а может быть в пределах нескольких месяцев. И в этом процессе опережать основную часть мирового комьюнити, что мы и делаем с успехом, добиваясь вот таких результатов. Кстати, если будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Таким образом мы вместе с вами дополним тот огромный пласт пониманий, который необходимо, чтобы разобраться в крипте. Давайте еще разберемся, откуда берется крипта. Тут есть несколько принципов. Напомню, мы разбираемся совсем поверхностно, чтобы сформировать за 5-6 уроков правильную картину. Абсолютно любой может с небольшими затратами создать свою монетку, пройдя 4-5 действий по любой из инструкций в ютубе. А точнее выпустить целую миссию монет, сначала выбрав блокчейн, в котором он будет это делать, указать название монетки и объем монет. В принципе этого достаточно, чтобы получить их все себе на кошелек. Есть и другие площадки, которые позволяют их сразу размещать в сети непосредственно с возможностью покупки и продажи. Но об этом позже. Сильные проекты или один энтузиаст по сути делают одинаковые действия всегда. Поэтому изначально в криптовалюте, в монете нету никакой ценности. Обоснование ее применения и маркетинговых действий. Когда монетка появилась в блокчейне, вы можете ее передавать или продумывать механики передачи в виде обмена на другие монеты. Например, на USDT. Для этого существуют децентрализованные обменники. Они уже автоматизировали все эти процессы и вы можете перейти туда и по их инструкции сделать свой пул ликвидности. Пул ликвидности это пара. Ваша монета плюс какой-то стейблкоин или основной токен блокчейна, в который создана ваша монета. И когда кто-то будет обменивать, например, USDT на вашу монету, цена монетки будет расти. И наоборот, при продаже падает. Так происходит создание монеты и процесс обмена в децентрализованном рынке. Тут еще очень важно понимать такой термин, смарт-контракт, это какая-то логика, например, по обмену одной монеты на другую, в виде программного кода, который размещен уже непосредственно в блокчейне. Например, создание такого пула и процесс обмена происходит на этих самых смарт-контрактах, то есть автоматизированном. А хранить свою крипту можно либо на кошельках, либо на биржах. При хранении на биржах, по сути, вы имеете доступ к своему аккаунту на бирже, а не к самим монетам в блокчейне. И в тот момент, если вдруг биржа передумает давать вам доступ, вы никак не сможете извлечь свои монетки. На кошельках же наоборот, только вы имеете доступ к своим активам. Есть множество блокчейнов, кошельков и бирж. Иногда бывает так, что один кошелек создан для одного блокчейна. А есть наоборот, мультичейновые кошельки, которые поддерживают абсолютно все блокчейны и, по сути, являются единственным способом для обычного человека хранить, например, биткоин в сети биткоин. То есть, правильно, именно в блокчейне на своем кошельке, где, кроме вас, ни у кого не будет к нему доступа. Я бы из всего, что сейчас есть в рынке, порекомендовал бы кошелек от OKEX Wallet, потому что он поддерживает абсолютно все блокчейни. Есть возможность хранить биткоин в сети биткоин, солану в сети солана, трон в сети, трон эфир в сети эфир, бинанс токен в сети, бинанс смарт-чейн. И много еще других блокчейнов, более 150, которые нам постоянно нужны, когда мы хантим монетки на самом старте. По нему я недавно делал подробную видеоинструкцию, оставлю ссылку в описании. Ну и в третьем уроке мы поговорим подробнее обо всем об этом, опять же, без каких-то конкретных инструкций. Но если вы хотите сразу какое-то практическое применение, я рекомендую начать с поста в своем телеграме, который так и называется. С чего начать? Ну а если вам было интересно, то переходите к следующей серии. В этом мини-курсе по основным пониманиям в крипте. И в конце мы разберемся, как находить монеты на 1000 плюсов софт с нашей точки входа. Также оставлю вам в описании для понимания ссылку на нашу статистику поиска таких монет.